Все привыкли к колмогоровской турбулентности, инженерная турбулентность в основном колмогоровская и частичная геофизическая турбулентность колмогоровская, но вот не вся. Я 15 минут говорю, поэтому самые общие слова и без всяких формул. Так, наверное, удобнее смотреть и буду говорить, смотреть, сидя и говорить. С точки зрения физики, что происходит в теории турбулентности с точки зрения физики, вернее, даже с точки зрения физики окружающей среды, физики атмосферы и гидросферы, геофизическая турбулентность отличается двумя свойствами. Во-первых, она турбулентность при очень высоких числах, ринольдс, то есть не стоит проблема численная, она огромная. Первое. Второе, то, что это, как правило, стратифицированная турбулентность, то есть плотность меняется по высоте, высотам поверхности или по глубине, и стратификация плотности может быть устойчивой или неустойчивой. Это кардинально меняет свойства турбулентности. Ну и, наконец, она еще и вращающаяся, но про вращение я тоже не буду говорить. Вращение работает примерно так же, ну в известном смысле так же, как устойчивая стратификация. Ну и, начиная с Калмогорова 41, вообще практически вся, так сказать, теория турбулентности развивалась в русле Калмогоровской парадигмы. А именно, что течение можно разбить, но это даже не Калмогоровская, это вообще идея ринольдса, что любое течение турбулентное можно разделить на две части. Упорядоченное движение полностью регулярное, и турбулентное движение полностью хаотическое, соответственно, регулярную часть нужно описывать детерминистически, там решая уравнение, а турбулентность нужно описывать статистически. Ну и вторая, так сказать, идеяная часть состоит в том, что турбулентность, имелось в виду Андрею Николаевичем, турбулентность двигового происхождения, значит, происходит из-за гидродинамической неустойчивости, возникают крупные вихри, которые, в свою очередь, неустойчивы, дробятся, возникают мелкие, мелкие и так далее, и энергия стекает по каскаду от больших к меньшим, и в конце концов диссипирует на мельчайших вихлях, в которых работает вязкость. Вот, так сказать, такая концепция. На основе этой идеологии возникли и методы, но были разработаны, и Калмогоров сам записал первую, так сказать, первую в его русле концепцию замыкания, то есть выражение турбулентных потоков, которые появляются уравнениях Рейнольца после осреднения, через характеристик среднего движения. Ну, так бы это всё было и хорошо, но в геофизических движениях это не всегда так. Пока они нейтрально стратифицированы, это более или менее так, но в подавляющем большинстве случаев они либо устойчиво, либо неустойчиво стратифицированы. Если устойчиво, то там бегают волны, которые, в свою очередь, генерируют турбулентность, осложняют картину, делают её гораздо более сложной, и, кроме того, сами обсуществляют переносы безотносительно к турбулентным переносам, а при конвекции ситуация ещё хуже, потому что, кроме Калмогоровской с прямым каскадом, возникает ещё и турбулентность с обратным, но не все любят слово «каскад» по основанию к этому обратным, тогда мы говорим «inverse energy transfer», но в сущности речь идёт тоже об обратном каскаде. И это висит в воздухе, я не хочу сказать, что я это придумал, это висит в воздухе, то есть просто я не поленился в 2011 году или в 2010 году опубликовать статью, в которой просуммировал альтернативу калмогоровской турбулентности. И в сущности речь идёт о смене парадигмы, потому что возник некий тупик в развитии геофизической турбулентности, и тупик, он не только умозрительный, не только интересует теоретиков, а тупик получил сильную мотивацию для своего разрешения, потому что модели климата, погоды, качества воздуха, качества воды и так далее требуют гораздо более изощрённых описаний турбулентности, чем это достигает в современных моделях. Требуют потому, что основные технологические части моделей уже созрели для того, чтобы разрешать всевозможные экстремальные и, так сказать, интересные, ранее не описывавшиеся явления, но просто по причине грубости моделей. И оказалось, что одна из затычек, которая мешает этому, это именно правильное описание турбулентности. Ну вот я придумал такой временный термин для не калмогоровской турбулентности с обратным каскадом, конвективной, анархической, пользуясь лозунгом анархистов «Анархия, мать, порядка». Еще несколько слов про обратный каскад, подробнее скажите, что это. Обратный каскад – это вот он просто невооружённым глазом виден в конвекции. В конвекции, в конвективной турбулентности речь идёт не о возникновении гидронической универсии, она может происходить даже при отсутствии всякого сдвига ветра, сдвига скорости. Возникают струйки плавучие, потому что просто тёплый воздух легче холодного. Струечки всплывают, но вместо того, чтобы разрушаться, они сливаются. Две находящиеся рядом струйки сливаются, две-три, в более крупную струйку, крупную в ещё более крупную. Это не что иное, как обратный каскад. И ведёт он отнюдь не к диссипации, струйки укрупняются и самоорганизуются в конечном виде, в виде чего-то похожего на вторичные циркуляции в лабораторных экспериментах. Но в природе лабораторных экспериментов вторичной циркуляции атрибутировали всегда к тому, что есть границы, куда жгеваться, и течение самоорганизуется волей-неволей. А в природе роль таких стенок, которые заставляют самоорганизоваться, играет устойчивая стратификация, на фоне которой развивается неустойчивая конвекция. Это называется penetrative convection, проникающая конвекция. И атмосферная, и гидросферная конвекция, они penetrative. Они развиваются на фоне устойчиво стратифицированного основного состояния. Оно формирует верхний скачок плотности, который работает почти как стенка. Вот поразительным образом, я отвлекаюсь, но я думаю, что у меня всего 15 минут для выступления, поэтому, так сказать, а, ну может быть я лучше скажу в надлежащем месте. Поразительным образом экспериментаторы стали уродовать природу конвекции в лабораторных экспериментах для того, чтобы добиться похожести на традиционную концепцию турбулентности, как хач, как чистого хаоса. То есть закрывали глаза на... Да они не закрывали глаза, а отсасывали жидкость в одном месте и накачивали её в другом месте, чтобы разрушить структуры в турбулентности. Ну вот в лабораторном опыте, если воспроизвести конвекцию, она неизбежно формируется либо в одну, две, три, в ячейки. И они сидят вообще бесконечно долго. Но это же вторичная циркуляция. Да, понятно, вторичная циркуляция. Так и причём это не то, что давно, это вот совсем недавно, там, ну скажем, я не могу выговорить фамилию от бывшего генерального директора International Center for Scientific Culture в Триесте. Индуст, так сказать, ну вот невообразимая фамилия не могу произнести. Очень известный экспериментатор, вообще блестящий экспериментатор. Ну и там всегда проблема с числами Рейнольца. Он делал феноменально виртуозные опыты по конвекции в жидком гелии, значит, ну сверхтекущем, то есть там, ну в общем, гигантские Рейнольцы. И с гордостью показывал с большой точностью вычисленную эмпирическую константу в законе Нуссельд-Релей, там Нуссельд ведёт себя как релей в степени 1 треть, и у него, конечно, так сказать, ну копейка в копейку получается классическая формула. А каким образом? А путём разрушения структур, которые, разумеется, образовывались, но он эти структуры разрушал путём впрыскивания и отсасывания газа, жидкостей, и тогда получается всё в порядке. А если отпустить структуры, то ничего похожего на этот самый закон не получается. То есть люди даже, ну таков гипноз парадигмы, ну это известно, это ещё Томас Кун объявлял, что гипноз парадигмы колоссален, то есть люди видят то, что хотят видеть, и не видят того, что не хотят видеть. Ну и так, значит, то есть есть проблема, есть проблема в геоистической турбулентности, что она не похожа на то, что мы привыкли называть турбулентностью, и нужно её изучать, необходим пересмотреть теории. И, как я уже сказал, в науках, в геофизических науках, в жидких геосферах происходит турбулентность всегда, её надо пересматривать, ну вот, в соответствии с потребностями времени, потому что надо хорошо моделировать погоду и климат, мы становимся зависимыми от погоды и климата, мы даже не как, так сказать, организмы, а потому что мы живём в технологической среде. Ну и вот здесь на картиночке я попытался изобразить, что есть некая синергия между потребностями, между развитием физики турбулентности и потребностями наука Земли, но иметь им мы при этом, ну и физическую проблему лучше понять, и прикладную проблему лучше моделировать. Ну, я ещё раз, так сказать, хочу проиллюстрировать картинкой традиционный и нетрадиционный взгляд. Традиционный взгляд – это турбулентное течение, средняя плюс турбулентность, и только хаотизация, только прямой каскад от больших к малым вихрям. Вот моточек верёвки вы бросили, он размотался, и сам собой он уж никогда не намотается. А в реальности есть самоорганизация, в турбулентном течении надо различать среднее движение, обычную турбулентность с прямым каскадом, да, это всё есть, но есть и анархическая турбулентность с обратным каскадом, и самоорганизация, но она и в другую сторону, она не ломатывается на тот же самый моточек, но каким-то другим способом самоорганизуется. Ну и я сейчас там даже покажу картинки, потому что самый наглядный пример – это конвекция, и там есть очень простое решение, почти банальнейшее решение. То есть технологии решения, когда есть новая парадигма, то возникает несметное количество чрезвычайно простых задач, которые можно просто решать на клочке бумаги, ну а потом, по мере того, как она исчерпывается, каждый следующий шаг даётся большими трудностями, и нужно решать трудные задачи. Это первая вещь. Теперь вторая вещь – что для геофизики. Ну и это тоже было в известном смысле связано со сменой парадигмы. В геофизической, земная система, климатическая система, в частности, вот климатическая система работает, в ней работают три важных компонента, ну даже четыре, нескольких важных компонента. Один из них – атмосфера, ну климат, мы привыкли говорить о климате и атмосфере, теперь говорят и о климате океана. Значит, атмосфера взаимодействует с гидросферой, атмосфера также взаимодействует с сушей, причём через посредство либо растительности, либо города и чего угодного, вот такого, в английском называется это «кенопис», «кенопис», там, ну, я даже не знаю, как это сказать, так сказать, слои, заполненные чем-то, что не является полностью атмосферой, полностью литосферой. И традиционный взгляд на взаимодействие был такой, что есть атмосфера океан, вот я нарисовал тут атмосферу в виде бутылки с пивом, а океан в виде кружки пива, ну и вот всего-навсего вот этот поток от одного среды к другой, вот это считалось, что этого достаточно знать для того, чтобы описывать погоду и климат. потоки через поверхность, и то же самое вместо океана, можно тут, так сказать, считать, что вот земля там с её влагой или там температурой и так далее. Ну, я даже там не комментирую всё остальное. Итак, вот всего-навсего потоки через пограницу раздела. Ну вот, и это было связано с упрощённым представлением о турбулентности и турбулентных пограничных слоях. Ну, если есть поверхность раздела, то там есть сильное трение, если дуют ветры, там возникают сильные сдвиги скорости, сильные ветры, возникает холмогоровская турбулентность. Сильная турбулентность, она мощно переносит потоки, потом потоки вот эти на границе в основном турбулентные. Но тут турбулентность необходима, нужна, и без неё нельзя склеить атмосферу с чем угодно дальше другим. Ну вот какая штука, что влияние стратификации, оно не только там приводит к самоорганизации, но она также приводит к тому, что турбулентность бывает разных типов, бывает сильная турбулентность такого классического колмогоровского типа с простыми градиентными переносами, то есть вещество переносится, вещество или свойство, там количество движения или температура, из того места, где его больше, туда, где его меньше. То есть она работает как сглаживающий механизм. Но оказывается, не только так. Она может и приводить к обострению контрастов. И сильно устойчивая стратификация, я вот говорил о неустойчивой, которая сама организуется, а сильно устойчивая, она ведёт себя парадоксальным образом. В ней, она, во-первых, может переносить вещество, не обязательно туда, туда, где его меньше, не сглаживать, а может и обострять контрасты. И, кроме этого, кардинальным образом различно переносит количество движения и тепло. В общем, в результате вот этих нетрадиционных и не до конца понятых свойств, мы всё больше и больше понимаем, сильно стратифицирован турбулентности на верхней границе пограничного слоя. Он не размытый и не асимптотический в геофизике, а он скачкообразный. На нём возникает, развивается сильная температура, скачок температуры или скачок плотности, который работает как, ну, нечто вроде полукрышки, такой полупроницаемой крышки. Вот оно и способствует развитию, во-первых, самоорганизованных структур под этой крышкой, и, во-вторых, препятствует проникновению воздействий, там, либо эмиссии, либо температурных воздействий, каких угодно воздействий, из погранслоя в свободную атмосферу, или, наоборот, из свободной атмосферы в погранслое. И в результате, вот, видите, такая картинка, если есть внешнее атмосферное воздействие, ну, так сказать, пришло облако, там, чего-то в свободной атмосфере, то в пограничность она проникает через вот эту самую границу раздела, через верхнюю границу, не вмиг, а таким замедленным образом. Затем, опять-таки, замедленным образом, ослабленным образом происходит в обмен между атмосферой и океаном. Это вот Юлия Игоревна, может быть, скажет несколько слов об этом, этим активно занимается, институт прикладной физики, и мировым лидером является в этой области. А затем еще океанский пограничный слой, в который проникает вот это воздействие, усваивает сначала воздействие, и затем опять есть граница раздела, которая называется термоклином, и через нее... Да, прошу прощения. — А что такое P? Boundary layer, а P? — PBL, planetary boundary layer. PBL, planetary boundary layer. Планетарий планетальный, потому что вот эти пограничные слои, они покрывают всю планету либо над атмосферой, либо над гидросферой, либо над литосферой. — А какая высота кромки вверхи? — А вот высота кромки — это очень важный момент, поэтому здесь вот рисовал не очень удачную картинку, но какая есть. Высота кромки — это очень важно, потому что она колеблется. Ну, типичное значение — несколько сот метров. Если это сильная конвекция с мощным перемешиванием, это может быть несколько километров. А если это очень сильно устойчивая стратификация, которая глушит турбулентность, но она не приводит к вырождению турбулентности, а приводит к тому, что снижается граница сильно перемешанного слоя. Вот в Арктике, в Антарктике, на станции Дом-Си, там очень сильная устойчивая стратификация, наблюдаются пограничные слои толщиной в 7-8-10 метров. И даже есть такой замысел, немножко смешной, что поставить на ножки, поставить оптические телескопы и избежать турбулентности, который враг оптических наблюдений, наблюдений астрономических объектов. Но действительно немножко смешно, потому что сам объект создает турбулентность при обтекании, поэтому это будет... Когда я консультирую вот этот перспективный европейский проект, вот когда я впервые услышу, что на ножки поставить, я очень смеялся, вот же как можно уйти из пограничного слоя, когда этот объект сам создаст турбулентность. Но в принципе такая идея и есть, просто она очень дорогая, вместо того, что ставить, ну или в дополнение к телескопам, которые стоят высоко в горах, вот найти такую низкотурбулентную область в Антарктике, очень дорого это делать, ну в общем, когда-нибудь, может быть, и сделают. Ну, ещё одна картинка, пропагандирующая пограничные слои и турбулентность, это разные гидросферы, разные геосферы здесь нарисованы, и такими тёмно-зелёными линзами показаны пограничные слои на их границе. То есть взаимодействие происходит сейчас в пограничные слои, то есть это нечто вроде приводных ремней, которые держат систему как нечто целое, ну и заодно, значит, напоминаю, что живём мы в пограничном слое, в атмосферном пограничном слое, а если учесть и атмосферные, и гидросферные пограничные слои, то практически почти вся биосфера находится в пограничных слоях. Вот теперь эта картинка из интернета, но просто такой характерный пример, его не видно, граница невидимая, но здесь она случайно оказалась видимой, потому что дымок пошёл, видите, как заблокирован в очень тонком слое, вот какая-то горная долина в Альпах, в очень тонком слое блокируется примесь. И вот она приводит турбулентность, приводит в данном случае не к рассмытию, не к такой, так сказать, привычной нам диффузии, а приводит к тому, что там концентрируется. Ну вот теперь ещё, я думаю, что она на этом должен кончить, а то я отнимаю время у других докладчиков. Это тоже хорошая картинка. Все мы летаем на самолёте, видели, сотни раз видели вот эти гряды облаков. Гряды облаков – это конвективный пограничный слой. Если бы не было влажности, мы бы не видели самоорганизацию, а здесь самоорганизация отчётливо видна. Конвективные структуры имеют форму, когда существует ветер, имеют форму роликов, вытянутых вдоль ветра. Ролики, в роликах есть под ним ветвь, восходящая ветвь. В восходящей ветви происходит адиабатическое охлаждение газа, имеющаяся влага переходит в точку росы, конденсируется и становится видна в виде вот таких облажных улиц. Она маркирует, собственно говоря, роликовые структуры. И вот что значит парадигма? Это всё лежит на поверхности и все видят. И вот буквально до конца XX века конвективные пограничные слои в моделях атмосферы и гидросферы трактовались таким образом, что накачка энергии через гидростатическую неустойчивость, связанную с тем, что есть неустойчивая стратификация плотности, просто моделировалась как дополнительная кинетическая энергия хаотической турбулентности. Она, как вы видите, совершенно не хаотическая, она просто организованная. Но она организуется как раз через самую анархическую турбулентность, через сливающиеся струйки. Но сами эти структуры, когда они крутятся, они имеют в себе внутренние сдвиги, и они генерируют обычную калмогоровскую турбулентность. Поэтому, если мы говорим здесь о научной революции в смысле куна, то эта революция не агрессивная, потому что калмогоровская турбулентность полностью остаётся в силе, она присутствует, и без неё жить невозможно. Но она не единственная, есть и не калмогоровская, которой мы и занимаемся. Я не знаю, есть ли желание слушать дальше, и стоит ли мне рассказать пример. Вы хотя бы картинки проясните ваши? Картинки ваши, прокомментируем. Ну, вот про самоорганизацию. Это я даже упускаю. Самоорганизация присутствует, она самоорганизация конвекции, вязкой конвекции, вообще известна, бинаровская конвекция. Это бинаровская конвекция в виде ячеек, сугубо организованных, значит, никакого хаоса. Она же, но она не так очевидно видна, не так видна невооружённым глазом, потому что, как я и говорил, кроме вот этой самоорганизации присутствует и разрушение. То есть она видна, существует на фоне хаоса, и для того, чтобы её видеть, нужно либо отфильтровать, нужно как-то отфильтровать хаос, который мешает видеть. Но она присутствует в реальной конвективной турбулентности, и она отсутствует в классической теории. Причём в классической теории, в вещах, которые входят в учебники. Ну, вот в законе массообмена, ну, с альтралей. В теории свободной конвекции Прантля. Ну, в теории подобия Монина-Обухова, которая в сущности является развитием теории Прантля на турбулентность со сдвигом и конвективную турбулентность со сдвигом. И во всех основанных на ней методах расчёта турбулентности, значит, которые, так сказать, ну, просто основаны на не вполне правильных принципах, значит, необходим пересмотреть теорию. Ну, вот пример. Нелокальная теория конвективного тепломасомена. Пример чрезвычайно технически простой задачи. То есть, когда понят механизм, то решить задачу просто, ну, нечего делать, расплюнуть. Вот как происходит реально теплообмен при свободной конвекции. Значит, в классической локальной теории идея состоит в том, что у поверхности вихарьки маленькие, значит, вот они масштабируются расстоянием до стенки. Скорости в этих вихарьках турбулентных струйках совершенно правильно описываются вот формулой Прантля. Это бета-параметр плавучести, ускорение силы тяжести, делённый на температуру. FZ, F-флакс, поток, поток температуры. Z-расстояние до стенки. Вот такой масштаб скорости. Раз такой масштаб скорости, стремящийся к нулю по мере приближения к стенке, очень глубокий вязкий подслой, вязкий подслой, видите, неуделённый на масштаб скорости. Раз глубокий вязкий подслой, то это значит, что теплообмен контролируется самым узким местом, то есть вязким подслоем, то есть он в сущности происходит в вязком подслое. Дальше очень мощный механизм турбулентного переноса, который полностью всё выравнивает, мгновенно уносит, а на самой стенке всё дело контролирует вязкость. В результате вот эта вот формула Нуссельд-Релей, как вы видите, тут выписано, что такое число Нуссельда, что такое число Релея, и из них выпадает высота конвективного слоя как раз при значении 1 треть. А шероховатость не участвует, движения нет на самой стенке, стало быть, нет логарифмического пограничного слоя, и шероховатость не работает, работает вязкость. Получается вообще довольно слабый теплообмен, который вот и удаётся воспроизвести в лабораторных опытах, если загасить структуры. А если структуры не загасить, то они есть ветер, и этот ветер даёт логарифмический пристеночный закон. Вот и всё, делать просто, делать нечего теоретику, раз и решил задачу. Теперь вот как выглядит по наблюдениям конвективная структура в атмосфере. Это одни из первых наблюдений на самолёте. Значит, летали такие, они такие молодые люди, Вильямс и Хейхер, летали на самолёте над австралийской пустыней. Ну, это довольно опасное дело. Вот они намерили, как выглядит это вертикальное сечение, это струя, дальше она компенсируется нисходящим движением. А если есть струя, то её надо питать жидкостью, к ней стекается газ, воздух стекается к оси струи. И вот этот стекающийся воздух работает ровно так же, как обычный ветер. То есть, модель не знает про этот ветер, потому что этот ветер самоорганизовался, он не завязан на глобальной градиентной давлении, он самоорганизовался за счёт конвекции. А на теплообмен он влияет ровно так же, как настоящий обычный ветер. Ну и вот концепция самоорганизации, конвективный ветер, стекание к оси термика. Рассчитываем этот конвективный ветер как внутренний пограничный слой и получаем резкое усиление турбулентного переноса. А какое резкое, вот вы сейчас увидите. Вот смотрите, оно колоссально резкое. Если бы применили классическую форму, то она бы давала вот такой процент теплопередачи. Очень маленький и совершенно не зависящий от отношения высоты пограничного слоя к параметру шероховатости. А вот что наблюдается в природе, это точечки. Значит, часть точек, а именно красные символы, это микроразвешающие моделирование, синие символы это наблюдение. Это мы организовали довольно большую программу, там десятка, два, ну полтора десятка коллективов со всего мира, в том числе американские, европейские, дали нам свои данные, некоторые произвели свои собственные наблюдения. И вот эти синенькие точки, это конвекция над афинами. Значит, три года делали, так сказать, афинские коллеги, коллеги делали измерения. Точечки лежат ровно там же, где и теория, где и ЛС, и показывают теплопередачу на два порядка более сильную, чем дает классический закон. То есть, на два порядка, то есть, это не то, что там поправки, а это просто совершенно другой закон. Ну, понятно, модельеры, метеорологи никогда не принимали классический закон, ну, с литролей в чистом виде, оно вместо, применяли его как формулу, но эмпирический коэффициент брали вместо лабораторного 0,14, брали, что это 60, 80, я уж там, ну кто как. То есть, совсем другое значение, ну, качественно, в нужном направлении, но закон неверный. Так что, вот, это один из примеров, я просто показываю завершающую картинку, который показывает, и таких задач много, то есть, у нас таких задач много, и много, в том числе, и легких задач. Ну, и предстоит это решать, чем мы и занимаемся. Спасибо, Сергей Сергеевич. Это наглядный пример того, что в современной науке есть простые задачи, есть перспективные направления, и они лежат совсем близко от нас, иногда на высоте 7-8 метров. Правда, антарктизу надо ездить. Еще раз спасибо. Вопросы, если есть, мы только очень короткие, потому что Сергею Сергеевичу надо через минуту отбывать на поезд. Да. Спасибо за принимать. Ну, в следующий приезд я буду рад ответить на вопросы. Спасибо.